Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доброго дня! В эфире телеканал Самарагись. И сейчас вы смотрите программу под названием «Хочу домой». Наверняка это название вы слышали, но в данном нашем контексте домой хотят не люди, а животные из приютов и улиц нашего города. Мы говорим о собаках и кошках, которым не посчастливилось и живут они на улицах наших городов. Мы обсуждаем, как уменьшить их количество на улицах, как сделать так, чтобы их не выбрасывали из домов. И говорим о людях, которые пытаются решить данную проблему. И, как всегда, обсуждаем все наболевшие вопросы и их решения в нашей студии. И сегодня в гостях у нас Екатерина Врабьева, заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Благодействие» или, коротко, как говорят в народе, приют «Лакшми». Здравствуйте! Немного о вашем приюте. Что, как ведется работа и какое количество собак сейчас на данный момент у вас? Работа ведется постоянная. Очень много поддержки, на самом деле, от граждан города, за что мы им очень признательны. Более ста собак сейчас находятся на территории приюта. Это огромная нагрузка и на сотрудников, и на волонтеров, которые постоянно нас поддерживают. И мы очень признательны за это. Работа ведется по отлову животных, в частности, по помощи в стерилизации, по социальной адаптации животных. Потому что животное, свежеотловленное из городской среды, оно немножечко может вести себя неадекватно. Ну и зачастую ему необходимо время привыкнуть к человеку и вести себя в рамках дома. И дать понять сотрудникам приюта, это животное может жить у дома, допустим, в будке. Или это чисто домашнее животное. Оно семейного типа. Как оно реагирует на мужчин, на женщин. То есть это в любом случае полностью определяется сотрудникам. Идет вакцинация, стерилизация обязательно. Мы не отдаем животных. То есть все традиционные процедуры, которые делаются в каждом приюте. Вопрос. Иногда меня часто даже спрашивают люди, особенно те, которые прикармливают на рынках собак, и они уже считаются там своими. Зачем забирать собаку? Давайте мы ее стерилизуем, и пускай она здесь живет. Может быть, так тоже можно решить вопрос сейчас конкретно именно с переполненностью. Очень много собак, и все приюты переполнены. Здесь в некоторых отдельных... Можешь отловить, стерилизовать ее и вернуть ее обратно. Ну, почему-то мы так вот делаем или не видим. Нет, так и в некоторых случаях так поступаем. Потому что оставить полностью животное не стерилизованным, не вакцинированным, это оставить угрозу для жизни человека. Это согласен, да. Поэтому в случаях, если мы не можем забрать животное, мы оказываем помощь в стерилизации, в адаптации, и животное остается прикормленным при конкретном человеке, который за ним отслеживает ситуацию конкретную, пока не освободится место в приюте. Такое бывает, да, действительно. Ну, это самовыгул называется, да, я так понимаю? Или самовыгул – это домашняя собака? Я бы не назвала это самовыгулом, я бы назвала это вынужденной мерой. Если не приехала отлов, если не приехали мы, например, у нас нет места банально забрать животное, и оно находится в очереди на то, чтобы его забрать, и за ним присматривают жители. Все-таки я бы не назвала это самовыгулом. Это по-прежнему безнадзорное животное. Просто стерилизованное, вакцинированное, и уже которое готовится к тому, чтобы попасть в приют. К сожалению, мест действительно мало. Самовыгул, все-таки я считаю, что это животное, которое полностью отпускается своим владельцам на улицу, где оно предоставлено само себе и представляет угрозу для человека и для самого себя. То есть очень часто владельцы животных говорят, что моя собачка очень любит детей, кошечек, всех. Она такая прекрасная. Я верю. Я на самом деле верю. Но какая-нибудь хлопушка, громкий сигнал машины, неадекватный мальчик на самокате. Они могут напугать животное, и оно убежит. Очень много животных теряется в Новый год, в какие-то праздники, когда идет салют. Они пугаются, они убегают. А на самовыгуле эта опасность возрастает в разы просто. Ну хорошо, она убежала, она успокоилась и потом назад пробежала. Это не всегда так получается. Иногда животное напуганное убегает достаточно далеко, не может найти дорогу домой, может встретить абсолютно разные опасности на своем пути. То есть отлов тоже не всегда может разобраться, особенно если у животного нет никаких опознавательных знаков. Нет ни ошейника, ни бирки с номером телефона владельца. То есть оно попадает в ситуацию, что оно безнадзорное животное. Екатерина, вот ваш период сейчас на данный момент занимается отловом? Отловом по госконтракту нет. Что нужно для того, чтобы вы включились в эту работу, вот именно в работу госконтракта и поучаствовали в каких-то конкурсах, тендерах? Нам необходимо чуть больше разъяснений, наверное, для того, чтобы мы могли включиться в эту работу полноценно. Потому что все равно есть опасения, что мы выполним работу некачественно. А что значит некачественно? Не понимаете, полусобаки или это? В любом случае всегда есть определенные оговорки по договорам, есть определенные условия тендеров. Мы хотели бы знать полностью, чтобы нам расшифровали все нюансы. И тогда мы, может быть, где-то мы недостаточно хороши, у нас недостаточно широкий вольер, например, такой может быть. И мы бы расширили вольер, подготовились и совершенно спокойно участвовали бы в госконтракте, чтобы ни у кого не было никаких вопросов ни по документации, а это естественный процесс в работе с госконтрактом, ни по каким-либо другим нюансам. То есть у нас, например, на территории приюта нет ветеринара. Полойки вещей должен быть. Это недостаток. С другой стороны, мы не можем сейчас его себе позволить, поэтому у нас есть договор с клиникой. Которая осуществляет все необходимые манипуляции по животным. То есть мы после отлова сразу отправляем животных туда. Там идет стерилизация, вакцинация и, соответственно, карантин животного, потому что он не может попасть в приют. Сколько сейчас собак на данный момент у вас в приюте? 104. 104 собаки. А откуда питание, откуда средства? Часть средств – это средства соучредителей обязательно. Это люди, которые изначально основали этот приют. И очень много дотаций именно от граждан города, кто неравнодушен к ситуации, кто считает, что так быть не должно. И готовы помочь. Готовы помочь в распространении информации. Это тоже важно. Готовы пожертвовать средства. А мы все-таки официально благотворительный фонд со всей отчетностью. Я считаю, что только так и должно быть. Готовы забирать некоторых животных домой. Некоторые берут животных на передержку. И точно так же люди обращаются за помощью в ответ, когда что-то происходит, когда они наткнулись на животное. Вот так вот много животных попадало с травмами. Сколько собак или кошек у вас забирают в день или в месяц или в год? Вообще кого-то берут из приюта? Да. Существует миф, что приюты врут о состоянии животных, и это неправда. То есть мы в любом случае всегда отслеживаем, насколько животное готово к тому, чтобы попасть в новый дом. То есть хорошо ли оно относится к детям, нормально реагирует, на других животных как реагирует. И обо всех нюансах, обо всех недостатках каждого животного мы обязательно сообщаем. Ну, где-то порядка 4-5. Иногда, конечно, больше, но все-таки не более. Ну, по факту 4-5 животных в месяц находят новый дом. В этой связи, по этому вопросу, у меня есть уточнение. К сожалению, люди боятся собак брать домой вот именно во взрослом состоянии. Ну, я хочу здесь обратиться. Не раз говорил, и сегодня еще раз повторюсь. Не бойтесь брать собак из приютов. Не бойтесь брать взрослых собак. Большинство собак можно брать и можно скорректировать их поведение так, как вам нужно. И об этом давайте посмотрим в нашем сюжете. Ну, и, конечно, там же будут рекомендации. Рекомендации, как правильно выбрать инструктора. Потому что немаловажный вопрос. Мы взяли собаку и пришли, а собака не слушается. Естественно, здесь необходимо обратиться к инструктору. Итак, смотрим. Биологи, зоопсихологи, профессиональные кинологи на протяжении последних 15 лет пытаются развить миф среди новоявленных владельцев собак, которые уверены в том, что чем раньше взял щенка, тем он роднее, более привязан к своему хозяину и преданнее, а значит, не убежит, не предаст и будет знать хорошо характер владельца, а значит, и слушаться его. В этом случае собаки возраста за полгода остаются не у дел. Все-таки народ такое бытует мнение, что брать взрослую собаку, это значит, не собака будет, она не приучится и так далее. Ваше мнение? Любую собаку можно обучить и подстроить под свои условия. Ну, конечно, для этого нужно будет приложить усилия, да, немного терпения, как бы подстроиться немного под нее, соответственно, да, потому что собаки все вольерные, квартирам они не приучены. Некоторые собаки также не приучены к цепям, то есть, соответственно, можно попросить, да, услуги кинолога, они помогут адаптировать собаку именно под те условия, которые вы хотите видеть у себя, да, поэтому любую собаку абсолютно можно сделать той, которую вы хотите. Все собаки обучаемы, просто вопрос времени. Времена меняются, и треть будущих владельцев стараются взять собаку уже в юношеском возрасте, а иной раз и совсем взрослую. Ваше решение взять собаку именно из приюта? Почему именно так? Мы изначально хотели взять из питомника собаку, потому что у нас был опыт содержания породистых собак, но потом подумали, что можно взять из приюта, потому что породистые щенки, они точно идут дом, семью, а беспородные они могут быть обречены на существование в приюте или на улице. И раз уж мы можем взять и сделать жизнь Чарля немножко счастливее, мы обязаны были это сделать. Леона Портнова тоже взяла беспородную собаку из приюта. Недолго думая, она начала искать специалиста-кинолога. Без опытного и адекватного кинолога ей сложно было бы справиться с собакой. Это очень сейчас актуально, это очень полезно, особенно для тех, кто берет собак из приюта. Услуги кинолога, я считаю, это прям необходимая вещь. Я бы на месте приюта вообще обязала бы или организовала бы какие-нибудь курсы кинологических занятий для тех хозяев, которые забирают к себе собак, достаточно взрослых. Ну и даже и щенков. Каждые 3-4 года на рынке кинологических услуг по дрессировке собак происходит ротация. Приходят новоявленные специалисты в кавычках, без опыта работы и даже без определенных знаний. Большая часть из них через пару лет уходит, остаются единицы. И вот здесь самое главное – не прийти к такому горе-кинологу, который будет по полгода и даже год заниматься с вами и собакой, тратить ваше время и деньги, а результат будет нулевой. Как бегал, так и бегает пес от хозяина. Или слушается только, когда в руке есть кусочек лакомства. Нет его? Тогда хозяин, извини, не до тебя. Самое главное – задавать правильные вопросы инструктору. Первый вопрос – способен ли он довести до бесповодкового послушания вашу собаку? Что такое бесповодковое послушание? Это когда собака без поводка по первой команде при раздражителях любых – собаки, кошки, птицы, машины, люди – выполняют все команды по первому приказу, с первого раза. Второй вопрос – сроки конкретные. Не просто, что когда-то это будет возможно, а когда конкретно. То есть стандартный курс – это три месяца. Индивидуально – два с половиной месяца. Ну, может, не два, а три месяца. Все зависит еще от способности собаки и хозяина. Но эти сроки точно должны быть не более четырех месяцев. И, кстати, как показывают научные исследования в области кинологии, собаки в полтора-два года лучше поддаются дрессировке, чем щенок в 6-7 месяцев. У взрослых особей уже есть собачий жизненный опыт. Так что не бойтесь брать взрослых собак. И неважно, каких – породистых или из приюта. Когда вы отдаете собаку, что вы говорите людям? Как скорректирует поведение собаки? В первую очередь у нас очень долгий идет опрос. То есть чем человек собирается кормить животное? Как он собирается его выгуливать? Как он собирается за ним ухаживать? Какие средства? То есть эти вопросы проясняют, насколько человек готов взять животное. Потому что если он говорит, что обрабатывать он будет тем, что будет его мыть, то этого недостаточно. Хорошо. Вот сейчас в сюжете мы говорили о том, что все-таки собаки, те люди, которые ответственные, они взяли собаку из приюта, они пошли тут же в кинологическую школу к тому или иному инструктору. То есть есть определенная программа, они довольны, у них собаки работают. Но это какая часть людей именно так понимает и именно так делает? Те люди, которые изначально прошли этот разговор и не ушли от него, это очень тяжело, когда тебя спрашивают о том, живешь ли ты в своей квартире, съемная она или не съемная. Это важный вопрос. Это не вторжение в личную жизнь. Просто необходимо понимать, не возникнет ситуация, что владелец квартиры скажет на какой-то этапе, что животное здесь больше не нужно. Да. Вот совсем недавно был звонок после того, как вышла визитка одного из приютов, и мне говорят, вы знаете, а мы наоборот хотим отдать собаку. Я говорю, а почему? Ну вот мы на съемной квартире, нам хозяин сказал в течение нескольких дней отдать собаку. Я говорю, почему же вы, чем же вы раньше думали? Вот, поэтому это всегда очень сложный подбор. Потом уже идет знакомство с животным. Двухнедельный срок, это обязательно, они должны присмотреться друг к другу. Вы заключаете какой-то договор? Конечно, конечно, об ответственном содержании. И мы всегда уточняем, что важно работать с кинологом. Я вообще считаю, что люди, которые даже хотят приобрести породистое животное, было бы неплохо, если бы они побыли немного волонтерами приюта. Взяли на передержку щенка и попробовали поработать со щенком. То есть покормить его, выгул, посмотреть, как он себя ведет в домашних условиях, походить с ним к кинологу и понять, готов ли ты содержать животное. Мы не против того, чтобы они нас немножечко разгрузили. Да, здесь очень хорошее предложение, потому что действительно здесь и помощь, какая-то помощь приюту и, соответственно, уже понимание того, что смогу не обижать собаку. Механики, да, понимание механики того, как ты, если ты готов действительно взять в дальнейшем породистое животное, мы не протестуем, мы не говорим о том, что это плохо, это вполне естественное желание, ничего страшного в этом нет. Проблема заключается только в людях, которые не осознают ту меру ответственности, которые приносят то самое породистое животное в их жизнь, как и любое животное, впрочем. Это условно маленький ребенок, за которым надо следить, которого надо воспитывать. И если вы его не воспитываетесь, у вас совершенно нет на него времени, это погрызенная мебель, это масса проблем, скандалов дома и проблем со здоровьем в частности. То есть одно время, вот у нас сколько, год назад, где-то были хаски привязаны по всему городу, да, то есть была мода, люди купили, но не осознали, что это собака, с которой нужно много работать все-таки. И вот они годовалые, то есть когда уже утомили своих новых владельцев, стали оказываться на улице. То есть она красивая, красивая, один глаз кари, другой там глаз голубой. Да, да. Хаски, потому что все берут эту породу за красоту, а надо с ней еще и работать. Да, да, с ней нужно много работать. Что делать, чтобы у нас было меньше бродячих собак на улицах наших городов? Ваше предложение. Я считаю, что нужно несколько больше разъяснить приютам по вопросам госзаказа. Нужно несколько внимательнее отнестись к исполнителям этих госзаказов, то есть как-то выработать некоторый механизм, по которому граждане также могли бы реагировать, что их что-то не устраивает в исполнении. Потому что все камни летят потом в адрес администрации, а по факту виноваты. Ну, не столько они, сколько исполнитель. В целом работа, на самом деле, ведется достаточно большая. Я считаю, что если она будет выполнена в полной мере, в полной мере действительно, по стерилизации и вакцинации этих животных и отлову, то через 15 лет такой проблемы не будет. Может создать какую-то оперативную службу или может их больше создавать, таких оперативных бригад? Здесь необходимо смотреть по конкретному району, по наличию. То есть жители боятся сигнализировать. Вот здесь вот необходимо прорабатывать жителям. Ну, я бы не сказал, очень много заявок сейчас вот в муниципальных службах. Есть, есть. Но очень многие умалчивают. Например, люди, которые очень любят животных, они боятся отлова, как огня. То есть мы это прорабатывали по линии проектов. Я все-таки присоединилась к приюту в 2019 году и предложила сразу участвовать в проектных конкурсах. То есть фонда президентских грантов для повышения уровня доверия, да, министерства экономического развития. Именно по работе с населением. Потому что вот эти вот блуждающие идеи, что стерилизация, это делает собаку агрессивной. Поверьте, я живу в Самарском районе, я слушаю это каждый день. Мне наоборот говорят, что, вы знаете, мы вот решили стерилизовать для того, чтобы брать агрессию. Я говорю, послушайте, но есть фундаментальная наука, где там четко прописано еще в советские времена, что стерилизация и кастрация не являются корректирующим для действий, для коррекции нервной системы, скажем так. Да, но вот некоторые умудряются прятать животных от отлова. Да вы что? Прятать животных от приютов, не только от отлова, но даже от приютов. То есть все-таки корректировать поведение граждан тоже важно. То есть это же проблема, согласитесь. Вот вы знаете, очень часто говорят, вот ответственность людей, ответственность людей, собак взяли, выкинули. Но слушайте, я вот с этим не согласен немножко. Мне кажется, что все-таки большинство собак, это те собаки, которые размножаются уже на улицах, и они уже в третьем, в пятом, в десятом поколении это уличные собаки. Почему мы так вот как-то вот все время валим вину на людей? Очень большие пополнения. Очень большие пополнения, включая тех, которые на самовыгуле. А вот вы, допустим, хорошо понимаете, что животное, которое не для вязки, да, не для дальнейшего размножения. Породистых же нет, собак на улицах. Есть. Ну, хаски опять те же самые. Ну, хаски, они выжили. Ну, нет овчарок, нету бультерьеров, нету. Вот, хаски выжили. Есть ряд животных, которые... А с дачи уезжают? Они же домашние. И не все животные породистые остаются без владельцев. Ну, с этим согласен, да. То есть некоторые заводят щеночка, с ним здорово, или даже подбирают, допустим, с улицы щеночка. А потом им стыдно вернуться в приют, а это не стыдно. Если вдруг по какой-то причине ваша жизненная ситуация изменилась, у вас нет сил, вы не справляетесь, там, что-то произошло в вашей жизни, не стыдно обратиться обратно в приют и сказать, что я больше не могу, вы не могли бы забрать его обратно. Да, конечно, приют расстроится, но он не окажется на улице. Это хуже остаться на улице, чем прийти в приют. То есть очень многие люди, вот, например, подбирают животных, но не стерилизуют их. То есть кто из каких побуждений, но многие из побуждений того, что это дорого. Ну, обратитесь в среднюю ветеринарную клинику, это будет 2 500 кошка и около 5000 собак. То есть, ну, мало я ее спасла с улицы, да, я ее кормлю, но у меня просто физически, допустим, финансово, нет возможности ее стерилизовать. И люди стесняются этого. А стесняться не нужно. То есть если вдруг так получилось, вы не можете себе позволить, вы готовы забрать это животное, но вы не готовы, обратитесь за помощью в те же самые приюты. Может быть, они откажут вам в том, чтобы забрать животное, но организуют сбор в помощь стерилизации, да, организуют доставку, привоз животного обратно, и все будет хорошо. Екатерина, хочу вот немножко вас прервать. Для чего? Для того, чтобы мы показали сейчас видео-визитки, те, которые мы сделали на территории вашего приюта, совершенно замечательные собаки, которых мы сегодня увидели. И я думаю, что действительно они достойны уйти из приюта и достойны найти себе новый дом. Итак, сегодня очередные визитки собак, и, конечно, покажем вам тех кошек и собак, которые готовы уйти домой. Собака по кличке Лейка, очевидно, стала жертвой нерадивых владельцев. Кинологи предполагают, либо сбежала от хозяев, либо ее оставили на даче по завершении летнего сезона. Похоже на лайку. Нашли собаку в одном из дачных массивов Кировского района прошлой осенью. По возрасту ей примерно полтора-два года. Собака уже стерилизована, привита, обработана, полностью готова к отдаче, ждет своих хозяев. У нее есть поместь лайки. Очень послушная собачка и готова идти на контакт. Лика активная и жизнерадостная. К людям и детям относится с лаской, к своим сородичам с недоверием. На контакт идет не со всеми. Способная к обучению и коммуникабельная. Лика очень хочет уйти из приюта к новым и порядочным владельцам. Лаки попал в приют еще маленьким, слабым и больным щенком. В приюте около двух лет. Очень контактный с людьми и в меру подвижный. С другими собаками? Абсолютно спокойно. Всегда в любой компании уживался. Сидел в нескольких вольерах с любыми девочками и мальчиками. То есть можно брать вторым питомцем. Он с удовольствием станет другом. И для второго вашего питомца даже, я думаю, что с кошками у нас дружится. Лаки привит, стерилизован и очень хочет найти себе добрых и отзывчивых владельцев. Лаки очень хочет уйти из приюта в новый уютный дом. Собака по кличке Голди живет в приюте чуть больше полутора лет. С улицы ее забрали с травмой глаза, подлечили и поправили общее состояние здоровья. К людям и детям относятся доброжелательно. С другими собаками очень ревниво. Поэтому желательно, чтобы была одна единственная, чтобы холлили-лейли только ее и никого больше. Хоть и живет в вольере, но уживается тяжело. Голди мечтает уйти из приюта, найти нового доброго владельца и быть ему преданным. Хорошо поддается дрессировке. Голди очень хочет домой. Собака по кличке Стрелка живет в приюте более шести лет. Почти с самого основания приюта Лакшми. Подвижный, игривый пес. К людям относится доброжелательно, как, впрочем, и к своим сородичам. Ежегодно проходят все необходимые процедуры дегельминтизации и прививок. Стрелку уже брали домой, но, к сожалению, владельцы оказались слишком легкомысленны в выборе собаки. Не учли важность постоянных прогулок на улице. Стрелка вновь ищет хозяина. Ну, желательно в частный дом, так как был опыт пристроения в квартиру. Не смогла адаптироваться именно к туалету. Если, конечно, есть желание, то можно поработать с кинологами. Этот вопрос тоже решается очень быстро. Самое главное – терпение. Стрелка мечтает уйти из приюта к новым, добрым и любящим владельцам. Ну, и хочу напомнить, что все видеовизитки есть на нашем сайте телеканала «Самара ГИС». Открываете название, рубрики «Они хотят домой». И там есть вся информация по приютам и собакам, и кошкам. Ну, и еще хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста, когда вы смотрите наши видеовизитки, запоминайте, пожалуйста, о какой приют, названии приюта. И вот тот телефон, который высвечивается, это телефон мой для того, чтобы мы, чтобы я и чтобы мы могли отслеживать, какая собака куда, в какую сторону, как говорится, ушла и к какому хозяину попала. Екатерина, кроме собак я наблюдал у вас еще и кошек. Да. Расскажите, сколько их и все ли они готовы домой? 49 на данный момент кошек. И кошки не все готовы домой. Есть новые прибывшие, они не готовы еще пока отправиться к новым владельцам. Необходимо отследить их повадки, их состояние здоровья. Новый владелец должен знать обо всех подводных камнях. Да, я вот хочу сказать, вот я сегодня пытался наладить контакт с одной кошкой, и она меня прям вот раза три-четыре прям предупредила своей лапой, что нельзя подходить ко мне на близкое расстояние. Но в конце концов мы все-таки как-то вот наладили с ней контакт. Ну при отлове чаще кусаются кошки, надо пристать. Да вы что? А кошки-то откуда у вас? Как оттуда, оттуда же с улицы. Понимаете, бывает часто ситуация, когда человек вроде хочет сделать доброе дело, а делает странное дело. Он берет, заскочевывает в коробку щенка или котенка и подкидывает к территории приюта. Такие у нас тоже есть. И вот хорошо, когда находим вовремя. Потому что все равно за территорией приюта, так как мы находимся за городом, на просторах вокруг есть дикие животные. То есть я очень прошу так не делать. Вы не спасаете таким образом животное. Ему очень повезет, если вдруг вовремя подъедет кто-то из сотрудников, выйдет там за чем-нибудь принять воду. Но в остальное время такое количество животных 150. требует постоянного внимания. Вот, кстати, у меня здесь сразу вопрос возник. А работа 245-й статьи. Мы, уголовный кодекс, это жестокое обращение с животными. Как вы считаете, стоит ли обращаться в полицию, если человек увидел факт жестокого обращения с животными? Обращаться стоит. И необходимо ввести все-таки просветительскую работу со стороны департамента ветеринарии, со стороны приютов. О том, как правильно оформить документы. Хотя много отказов. Я видела сама лично много отказов. При наличии подтверждающих фактов о возбуждении таких дел. То есть мы не видим состава пристреливания. Пристрелили – это быстрое умершление. Нет, никто из нас не имеет права таким образом решать проблемы. Если человек начал решать проблемы, я хочу, чтобы все обратили на это внимание, жестоким образом начал с животных, то следующим будет человек. То есть он постепенно снимает свои ограничения. И если вы обратили внимание, что ребенок или взрослый человек начал с того, что убивать вокруг себя животных, то где гарантия, что он не перейдет эту границу? Не дай бог. Ну, я имею в виду, что да, это важно обращать внимание. Тем более у нас такой случай в Самаре же уже был. Да. Ну что ж, я думаю, что все-таки таких случаев будет меньше. Я надеюсь, что да. Давайте не будем забывать о том, что есть… Ну и вообще, в принципе, зачем жестоко относиться к животным? И им и так, в общем, остается. Ну, итак, наша программа завершается. Мы берем тайм-аут на полтора месяца, так сказать, на самый жаркий месяц – отпусков июль и половина августа. Следите за анонсами программы. Следующий эфир планируем выпустить в конце августа. Как раз за это время мы подготовим вам интересные темы. И, конечно, встреча с людьми, которые занимаются решением проблемы бродящих животных. Вы смотрели программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». До свидания. Хороших вам отпусков. Субтитры создавал DimaTorzok